Китайцы Скорость распространения китайцев по миру сродни расползанию раковой опухоли по организму. Эксперты утверждают, что перенаселенный Китай пойдет на все меры, чтобы заполучить новые территории. Один из методов – подкуп чиновников и лоббирование через них своих интересов. Но специалисты не исключают, что в крайних случаях КНР может применить и силовое вмешательство. Если ситуация в Китае станет очень плохой, то они, я думаю, пойдут и на военный вариант. Но, естественно, это плохо, это рискованно, и по возможности они попытаются все взять мирным путем, то есть экономическим и демографическим. В Китае безграничные финансовые ресурсы, у них, как известно, золотовалютные резервы – 3 триллиона долларов, и они растут и растут дальше. То есть они могут все, что угодно, просто купить, уж тем более, если речь идет о Центральной Азии. Опасность китайской экспансии хорошо известна России, которая первая имела неосторожность частично отменить визовый режим для Китая в начале 90-х. Это было сделано с целью повышения экономического уровня, прозябавшего тогда Дальнего Востока. Негативный результат не заставил себя ждать. По скромным подсчетам, сегодня в России только официально проживает 2 миллиона китайцев. Сколько нелегалов, остается гадать. В Казахстане, где население минимум в 8 раз меньше соседней России, уже официально прописались 5000 граждан КНР. С отменой визового режима у Казахстана есть все шансы стать колонией Китайской независимой республики. Это должны понимать все здравомыслящие казахстанцы. Однако странно то, что некоторые представители властных структур возможной опасности не видят. Я не считаю, что сейчас визовый вопрос, он сдерживает начиск китайцев на территории Казахстана. Что прямо вот убрали и вуф, толпа повалится. Хорошо, если она повалится. Это инвестиции, которые приезжают сюда. То есть китайцы, он же деньги с собой привозит, и он их здесь оставляет. Казахстан всю жизнь маневрирует между Россией, Китаем и Западом. Возможно, это один из способов такого маневрирования. Может быть, это коррумпирование тоже казахстанского руководства, про которое я говорил, я не знаю. Выгодно это быть не может именно потому, что это грозит колонизацией. Даже если будут какие-то сиюминутные экономические выгоды в ближайшей перспективе. Между тем, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Сарыбай, пытаясь успокоить взволнованную общественность, поспешил заявить, что он ничего не знает о снятии визового режима для китайцев. По его мнению, информация была сильно искажена. Речь идет только об упрощении визового режима именно для казахстанских граждан, желающих выехать в КНР. Андрей Заокский. Специально для телеканала 1612. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok